все всем здравствуйте кто меня не знает зовут меня гусева татьяна я серебряный директор нашего проекта компании faberlic онлайн и сегодня мы с вами будем разбирать тему про нейросети потому что эта тема такая насущная каждый там каждый какой-то короткий период времени к нам входят какие-то все новые новые разработки до которые мы применяем своей работе не так давно у нас не было рекламы совершенно никакой автоматизации не было инструментов которые есть на промо faberlic но с каждым годом всего становится все больше и больше и мы используем эти инструменты для своей работы они нам облегчают наши задачи вот сегодня мы с вами будем разбирать нейросети потому что тоже вещь такая можно сказать в принципе что новая и не все еще понимают как ей пользоваться и в принципе для чего они нужны но прежде чем перейти конкретно к нейросети остановимся на том моменте что для нас нейросеть важна чем она нам помогает вести личный бренд потому что в нейросети есть совершенно разные возможности этой картинки там и переводчики ну очень много там различных нюансов но именно для нас для нашей сферы это ведение личного бренда если говорить о личном бренде тоже немножечко на нем буквально несколько слов остановимся тема достаточно сложная и серьезная для новичков люди постоянно путаются то есть а как вести а что показывать а про что говорить а когда вести а насколько регулярно а где рассказывать в какой социальной сети да все это показать поэтому да есть несколько шагов основных для новичков вот с момента регистрации до начала ведения личного бренда опять-таки здесь я вам говорю о том что я рассказываю со своей позиции со своего опыта и со своей так скажем колокольни возможно ваши наставники вас учат по другому поэтому опять-таки все что я вам рассказываю говорю вы берете себе на заметку но опять-таки в своих структурах структурах вы общаетесь со своими наставниками и в первую очередь делаете то как они вам рассказывают то что в каждой команде свои методы работы оттенки до этих методов приоритеты какие-то и свои свое видение все у всех наших этих дел построения ведения да и всего остального поэтому вы меня слушаете перенимаете мой опыт где-то себе что-то откладываете и уже встраиваете свою картину ведения бизнеса нашего с компанией фаберлик если полезно применяйте на деле если нет где-то там себе на подкорке оставляете и так новичок да он пришел он зарегистрировался мы возьмем не новичка с опытом то есть люди бывают переходе других сетевых компаний а такого который которому сделали бы предложение да например при рекрутинге в социальных сетях или это человек с вашего теплого круга то есть он ничего об этом не слышал всю жизнь занимался совершенно работой в другой сфере вот вы его зарегистрировали вот о таких людях мы будем говорить то есть что ему нужно делать чего начинать но первое так как бы заезженным это фраза не звучало ему нужно определить свою цель и свою мотивацию то есть что он здесь вообще делает потому что самый первый затык у людей заключается в том что они вообще не понимают куда они попали то есть где они находятся какие перспективы у них что им нужно делать что они хотят вообще в принципе получить от этого бизнеса но тут уже момент связаны с наставничеством да с человеком который будет его вести но все-таки человеку самому до нашему новичку нужно понять чего он в принципе хочет это либо построение структуры заработок по маркетинг плану либо у него задача построить какую-то большую свою клиентскую сеть да и он хочет зарабатывать к примеру на продажах какой ему доход нужен на начальном этапе то есть он стремится к 10 тысячам рублей там 30 тысяч рублей ему нужно 100 тысяч рублей у него сразу такая цель вот пускай он все это пропишет на листочке и опять-таки как бы банально это не звучало потому что я не люблю такие заезженные фразы но этот момент он именно такой его по-другому не обрисуешь да словами вот прям пускай напишет на листочке далее напишите если вы находитесь на его месте и где-нибудь себе там возле ноутбука или там возле зеркала где вы по утрам умываетесь либо делать макияж себе прицепите этот листок чтобы каждый день видели да не нехотя доставали и смотрели ну-ка что там я где-то себе писала а прям вот на холодильнике повесьте то есть вместе где он будет вам мозолить глаза чтобы вы сами себе напоминали о принятом решении то есть так картина это оставалось пред глазами потом второй момент да что нужно сделать это конечно же ознакомиться с продукцией потому что тоже люди бывают кидаются куда-то вперед да что надо делать давайте еще вот секс байк буду рекрутировать а потом для них сюрприз а что правда надо оформить заказ а что надо покупать то есть это какие-то вот такие моменты которые должны быть уяснены в самом начале а у людей на этом какие-то спотыки поэтому нужно ознакомиться с продукцией каким образом мы с ней знакомимся это естественно это мы листаем каталог мы смотрим наши какие-то ресурс ресурсы например там канал витрина фаберлик там какие-то обзорчики когда мы оформляем себе заказ то мы не просто накидали в корзину да а мы опускаемся вниз мы читаем отзывы об этом конкретном продукте то есть нас должно быть сформировано какое-то мнение и понимание ассортимента потому что когда мы будем работать с людьми и не важно даже если вы не будете заниматься продажами то все равно ваши люди которые будут к вам регистрироваться вы будете помогать оформлять им заказы и люди будут интересоваться задавать вам вопросы а что вы посоветуете а лучше вот это или вот это и вот на этом этапе у вас не должно быть спотыков понятно что можно пойти быстренько где-то у кого-то проконсультироваться но тем не менее основными базовыми моментами вы естественно должны владеть вот когда с этим разобрались опять-таки тут нет какого-то большого отрезка времени который на все это уходит это все идет параллель это скорее всего быстро и не так что мы сделали первое второе а потом только третье это все идет параллельно да друг другу дальше мы переходим к изучению методов рекрутинга вот наш бизнес это рекрутинг все что параллельно с этим вот ведение личного бренда youtube каналы там какие-то клиентские чаты все остальное вот все это стоит уже за рекрутингом то есть впереди рекрутинг то есть мы приглашаем до людей свою команду занимаемся регистрации новых консультантов и своих бизнес-партнеров все остальное стоит уже за этим если мы начнем сведения личного бренда но при этом у нас отсутствует рекрутинг то это уже диссонанс то есть это работать не будет вот после того как мы уже вошли в рекрутинг научились приглашать людей учимся приглашать людей где-то там получается где-то не получается то есть мы этим занимаемся постоянно потом уже ну не потом уже вот в параллель да мы со всем с этим должны очень плотно общаться со своим наставником вот этот момент у новичков он тоже постоянно куда-то проваливается какие у нас да вещи люди говорят о я стесняюсь спросить ой мне неудобно тебя беспокоить ой а я где-то прочитала мне кто-то сказал ой а я подумала что вот так правильно ну то есть либо изобретают велосипед но очень не задают вопросы игнорируют наставника ну либо вот не хотят с ним общаться там потому что им кажется что ну неважный какой-то момент на самом деле наставник это проводник в нашем деле да вот с момента регистрации до получения определенных результатов там зависимости какие вы себе ставите то есть наставник это человек который в первую очередь заинтересован в вашем росте вот он здесь сетевом бизнесе считайте что он ваша мама всякая конечно случается если наставник не играет такую роль ну не взаимодействует настолько плотно с вами поднимайтесь выше то есть выше того человека который у вас позвал идите к лидеру ветки идите к директору структуры вы найдете того который будет вас вести и вот это важно этот момент тоже нельзя ни в коем случае упускать потому что если есть наставник ваш путь от регистрации до к примеру первого директорского звания он сократится в разы если нет вам придется методом проб и ошибок перебирать различные подходы в том чтобы получить ну там звание какое-то определенном нашем случае мы называем это результат вот ну конечно не у всех хватает энергии мотивации понимания всего остального кто-то будет сворачивать пути кто-то будет сливаться кому-то нужно будет несколько подходов к тому чтобы получить результат поэтому вот наставника сразу берите и прям как рыбки да там как бывают рядышком плавают вот так и вы к тому приклеиваетесь и пускай он вас ведет и вот уже когда все вот эти нюансы у вас сложились то есть у вас есть рекрутинг с вами с вами рядышком за ручку есть человек который вас ведет вот когда вы все это уже сделали вот тогда вы можете приступать к ведению личного бренда не наоборот потому что бывает приходят люди они сразу ура там и канал свой заведут с телеграм и странички везде с личным брендом сделают там и на youtube там пойдут свою первую распаковку снимут и все а дальше мы сели и сидим и обучение по этом несколько месяцев проходе все остальное а важных действий из которых складывается наша работа а именно рекрутирование нету но соответственно тогда личный бренд вести невозможно потому что все таки личный бренд это наш путь это демонстрация нашего результата в первую очередь тогда люди вас видят слышат они понимают что у вас есть чему научиться и они хотят присоединиться именно к вам то что вы им импонируете вот это вот уже ведение личного бренда когда мы подходим своей практике вот к этому моменту случается второй затык первый заключается в том что у нас нам нечего выкладывать нет никаких фотографий но он решается при помощи того что когда надо мы встаем берем и делаем то есть при помощи того что мы берем своих детей просим их нас фотографировать мужа просим где бы мы не ездили не гуляли не отдыхали и так далее мы стараемся обязательно сделать какие-то фотографии снять какое-то красивое видео пускай это будет по 10 секунд разных там моментов там где-то улица красивая где-то деревья где-то снег пошел вот сейчас у нас где-то там солнышко светит это праздник какой-то не суть мы это можем наснять потом из этого клип какой-то красивый допустим сделать но главное конечно фотографии на в основном вернее да даже правильнее будет пойти на фотосессию но если например финансы не позволяет это все решается вот таким вот ручным способом даже при помощи штатива да где-то установили телефон сделали себе фото там или попросили кого-то вас фотографировать вот но а дальше происходит другое картинки есть текста нет потому что а что написать а как написать а про что написать это становится проблемой то есть как пока человек не вошел вот в этот ритм пока он как единый до организм не работает вместе с нашим бизнесом да то есть во всем этом не варится действительно сложно из себя что-то родить то есть ты не понимаешь что именно показать вот именно в этот момент нам придут на помощь нейросети как было до этого до маленькой предыстория нас канал был пишем посты есть масса других ресурсов там разные группы тоже в том числе и каналы тоже опять-таки пишем посты куда люди скидывают разные посты там и про сетевой не не суть какая компания и там какие-то для маникюр и все остальное вот мы где-то брали люди да у нас там что-то немножечко под себя переделывали это постили но опять-таки в этом нет никакой логики это вырваны из контекста какие-то вещи а нам нужно что нам нужно рассказывать то что мы делаем показывать свои результаты где-то переплетать это с какими-то интересными моментами от самой компании в связке но при этом должен быть красивый слог должна быть какая-то логика что одно вытекает из другого ну приблизительно да как-то но гармонично должно все с собой смотреться связываться и вот сейчас с выходом нейросетей эта задача стала гораздо проще если конкретно касаться нейросетей да то они бывают совершенно разные но логика в принципе у них одна есть бесплатная нейросеть от самого яндекса давший тэн браузер который можно пользоваться навсегда под рукой есть а тот год который нам с нейросетью до g5 чатом который нам предоставляла компания есть разные там платные какие-то варианты я вот сейчас для себя нашла чат смит g5 чат я вам в конце его перекину дам кому интересно вы можете себе его установить вот он очень простой он понятный он информативный и в принципе вот ту задачу которая нам нужна он с лихвой покрывает то есть решает этот вопрос там тоже есть масса функций но мы будем останавливаться только на тех которые нам нужны непосредственно нашей работе а именно это написание постов но здесь тоже важно не попасть в просак и не попасться вот на такую удочку когда велик соблазн не думать головой да а чтобы за нас думала в нашем случае не рассеть так не получится потому что наш личный бренд это когда люди человек идет на человека то есть всегда есть свой слог есть свой способ какой-то да логика логика выражать свои мысли и так далее если мы будем просто брать либо чужие посты либо только те посты которые нам пишет не рассеяда не используют в этом какую-то свою задумку и так далее то это будет абра-кадабра тяп-ляп то есть холодные тексты тексты даже не то что холодные потому что не рассея таки она придает эмоциональную окраску по нашему запросу а это будут тексты без индивидуальности безликие совершенно вот и такого быть ни в коем случае не должно поэтому должны понимать в первую очередь что нейросеть это ваша помощница бывает что мы приходим там не знаем информация в голове есть а оформить мы ее не можем то есть в красивом устали ну кому-то тяжело выражать свои мысли там в тексте да там на бумаге в нашем случае в тексте и так далее вот в этом случае она нам будет помогать и что у нас от нас требуется от нас требуется промт вот простыми словами это называется запрос то есть мы даем нейросети какую-то информацию она эту информацию обрабатывает и уже в готовом виде в виде поста нам выдает и промт должен что содержать значит мы вначале говорим о том то есть даем задачу да что напиши мне пост к примеру например да мы даже можем дать ей количество знаков вот если в инстаграм сам пост вмещает себя не более 2200 телеграм если это не премиум версия не помню там сколько но тоже там какое-то есть ограничение можно погуглить посмотреть то есть мы можем сказать да напиши пост разбей его на абзацы количество знаков должно быть не больше 2200 добавь например смайлики и эмоциональный окрас то есть у нас пост какой но может быть мотивирующий там строгий там продающий пост пост с призывом и так далее то есть зависимость от того что вы хотите донести вы говорите о такой эмоциональном окрасе и второе вторая часть вы выдаете ту информацию которую нужно оформить в нужный вид и вот на этом этапе важно понимать что если бы мало дали нейросети этому g5 чату то в ответ вы мало и получите поэтому здесь тоже такой нюанс если вы напишите просто предложение там здравствуйте меня зовут татьяна я мама четверых детей работаю фаберлик приглашаю других и хочу выйти на доход 100 тысяч рублей он конечно там выдаст какую-то информацию но это будет менее того если я напишу более там как-то развернуто какие-то свои цели и все остальное пускай она будет нескладно пускай она там будет как-то косноязычно но моя задача дать эту информацию нейросеть уже справиться с тем как ее оформить теперь смотрите я включу демонстрацию экрана вы мне скажите напишите видно ли мой экран девочки экран видно все отлично значит смотрите вот это та самая нейросеть которая у меня опять-таки говорить о том что вот это нейросеть хорошие все остальные плохие нет логика у них в принципе везде одна и та же те конечно нейросети которые посерьезно вот например опена и так далее у них но в общем в них больше наверное какой-то базовой информации они более обучены поэтому они лучше создают но опять-таки вот здесь та же самая фишка мы по сути от нейросети получаем скелет самого поста то есть он нам выдает мы потом это отдельно вот как он нам выдаст напишет мы потом это отдельно скопируем куда-нибудь ну так себе например в избранных telegram и уже подредактируем по то что нам необходимо и вот первые моменты да основные какие что нам нужно получать получить от него до использовать это например по знакомства контент план он нам может составить сам пост написать на какую-то определенную тему и еще это очень удобно для тех кто пишет экспертные посты либо просто ведет к примеру бьюти группу какой-то либо клиентский чат вот здесь тоже он будет помогать вот смотрите конкретно в этом боте gpt да здесь когда вы его скачаете вот в верхнем левом углу есть такая звездочка цветочек вот вы на нее нажимаете и он тут выдает вам две как бы версии это gpt 3.5 и gpt 4 в нашем случае нам подходит gpt 4 потому что здесь более какие-то расширенные рассуждения то есть здесь он больше будет писать ну как раз таки то что нам нужно потому что в любом случае мы будем брать и выделять потом корректировать выделять только то оставим только то что нам необходимо в общем здесь вот масса всего интригующая надпись там история хэштег вот тут много-много всего настолько много что как бы просматривать все задачи на них останавливаться даже смысла никакого нет вот хэштеги в том числе он генерирует нам нужно проще а проще нам нужны вот этот вот раздел посты тут у нас инстаграм ну не суть важно где да пост он и вк пост и в одноклассниках и везде то есть вот сейчас мы зашли в сам gpt чат здесь запоминать сейчас я вам один момент покажу вот если верхнем левом углу цветочек вот этот вот то в правом углу напротив него вот такой кружок вы когда допустим там зайдете какой-то раздел захотите вернуться обратно сложно найти как назад перекинуться вот вы нажимаете вот на этот кружочек и нажимаете новый чат все оп и он вас возвращает на главное меню в общем заходим в посты он нас спрашивает на какую тему ты хочешь сделать пост и например нам важно знакомство да мы тогда ему задаем задачу так напиши пост напиши пост знакомства потому что нам нужно знакомство так по знакомства и стараемся писать без ошибок он конечно нас поправляет но тем не менее помню что это не русская разработка все таки иностранная и если мы какое-то слово там абракатабры написали то он может просто не понять и на этом будет спотыкаться так напиши пост знакомства разбей нам важно это разбей на абзацы. Потом, что нам нужно? Добавь смайлы, потому что все-таки со смайликами выглядит гораздо симпатичнее, чем сплошное полотенце. Так, добавь смайлы и пост должен быть, если это знакомство каким? Конечно же, мотивирующим. То есть нам нужно, чтобы люди прочитали, загорелись и захотели к нам прийти. И вот мы ему сейчас выдадим информацию. Я буду о себе говорить, потому что так проще понять. Например, меня зовут Татьяна. Я даже не так, а у меня четверо детей. я пришла в сетевой так, я пришла в сетевой бизнес с Фаберлик, чтобы улучшить качество жизни и получить финансовую финансовую независимость. Так, да? На данный момент так, на данный момент я являюсь наставником и руководителем структуры, обучаю людей, обучаю людей, как правильно, так, как правильно, очень удобно, телефон с другой стороны, с нами сотрудничать, рекрутировать и помогаю выйти на доход. Жду тебя в своей команде. Вот как-то так. То есть, по сути, опять-таки, мы информацию берем из своей головы. Но он ей придает какой-то более такой вид. Все, и отправляем. Вот ассистент сейчас подумает, подумает и выдаст нам. Вот вы мне скажите, я знаю, что в демонстрации Телеграм всегда в трансляции, когда экрана, плохо видно, мелко. Вот вы сейчас можете прочитать, что здесь написано? Или нет? Да, все хорошо видно. Видно все? Ну, вот тогда вот так вот я имею, чтобы не читать, просто это длинно, по диагонали сейчас пробежимся, что вот привет, друзья, сегодня познакомить, хочу познакомить вас со мной, рассказать о своем пути к успеху. Меня зовут Татьяна, и у меня есть четверо прекрасных детей. То есть уже он на абзаце все разбил, смайлики поставил, скелет поста, даже, ну, в принципе, сам пост, конечно, нужно будет его немножечко там под себя потом отредактировать. Вот я решила вступить в сетевой бизнес в Аберли, потому что хотела изменить качество своей жизни, достичь финансовой независимости. Сейчас я рада сказать, что стала наставником, руководителем в нашей структуре. Я с гордостью помогаю людям научиться сотрудничать с нами по-настоящему эффективно. Будучи опытным рекрутером, я делюсь, вот видите, помогаю команде развиваться. Мы совместно создаем результаты и достигаем финансового благополучия. То есть он написал, но вот в таком виде все равно пост выложить, ну, кто-кто будет читать, все равно здесь какой-то вот этот механизм, как сказать, не механизм, а технический момент. Ну, в общем, понятно, что это робот пишет, но если в человек как бы не будет вникать, кто это написал, робот или человек, все равно какая-то вот эта вот холодинка, такая вот льдинка, она присутствует. Если ты тоже мечтаешь о перемене в жизни и хочешь достичь успеха, то я жду именно тебя в нашей команде. Давай вместе двигаться к своим целям и достичь, достигать финансовой независимости. И вот что удобно, он сразу сходу сюда уже и хэштеги пишет. То есть не надо сидеть, морочить себе голову, ломать, какие же вот хэштеги мне придумать. Что мы делаем, когда он нам пост написал? Мы, вот тут, внимание, ни в коем случае мы его не копируем и не идем себе в социальную сеть и его не размещаем. Мы все-таки включаем голову. Мы тут все взрослые тетеньки. Здесь у нас нету деток, которые, не знаю, там по 12, по 13 лет. И то, наверное, ребенок бы справился с такой задачей. То есть берем ответственность на себя. Вот это важно. То есть мы берем, копируем пост, вот так его зажимаем. Тут есть у нас копировать. И идем к себе, к примеру, в избранное в Инстаграм, ой, в Телеграм, вставляем его и начинаем уже подправлять. То есть мы придаем какие-то, например, я решила вступить в сетевой бизнес в Аберлик, потому что хотела изменить качество своей жизни и достичь финансовой независимости. Вот я так не напишу, что я решила вступить в сетевой бизнес в Аберлик. Я, например, напишу, что я выбирала, я хотела изменить качество своей жизни, мне нужны были деньги для того, чтобы содержать свою семью и воспитывать детей. И для этого я выбрала сетевой бизнес, так как видела результаты у других людей. Я поняла, что раз смогут они, значит и я смогу, и обязательно повторю их путь и выйду на хороший доход. Ну вот как-то так. То есть вы в любом случае берете какое-то предложение, абзац, которое вас смущает, и переделываете на свой лад своим языком. То есть вам дали мысль, вы эту мысль потом уже оформляете. Потому что вот тут вот люди 100%, миллион процентов будут ляпать ошибки. Они будут копировать вот эти вот посты, как они есть, размещать у себя в соцсетях, и потом сидеть и ждать и говорить, что ой, а что-то никто не смотрит, ой, а что-то никто не пишет. Люди, запомните, ну мы сами люди, и в принципе аудитория всегда чувствует, когда ей врут. А если вот эти посты мы будем в таком виде, то есть не мы их писали, то люди поймут. Да, это всегда ощутимо, ну сами видите. Потом, когда потыкаете, сами поиграете, вы поймете, да, что здесь лог, он все-таки такой механический. Потом второй момент, да, что нас интересует, это контент-план. То, что опять-таки тому же самому новичку, и не суть, что новичку, может быть и нам, тем людям, кто уже с опытом, ну сложно бывает, может, вот хочется написать, особенно когда устанешь, опять-таки понимаешь, что надо, а вот мысли в голову никакие не идут. Поэтому мы сейчас сделаем проще, мы его попросим, да, составь контент-план на сколько? Можно на месяц составить, нам не надо так много, нам достаточно недели. Составь контент-план на неделю. На неделю. Я, так, надо ждать информацию, то есть не просто контент-план. Контент-план чего, да, вот, к какой-то определенной персоне, да, потягиваем, то есть к себе в данном случае. Так, я директор, директор компании, компании Фаберлик, работаю удаленно, удаленно. Обучаю, обучаю других, других людей своему, так, своему делу. Так, что еще? Так, девочки, подсказывайте. Так, обучаю других людей своему делу. Рассказываю, нет, периодически. Нет, нет, даже не так. Пользуюсь, пользуюсь продукцией. Опять-таки, Фаберлик. Пользуюсь продукцией Фаберлик. У меня, это что же информация, у меня четверо детей. Так, увлекаюсь. Так, ну чем? Если, там сказать, рецептами, увлекаюсь готовкой или выпечкой, там, как правильно сказать, увлекаюсь. Так, увлекаюсь рецептами, да, пускай будет, рецептами еды. Так, что еще сюда можно написать, да, чем мы занимаемся? Ну, ты так-то еще держатель пункта выдачи. Не поняла? Ну, давайте так оставим. Все, вот, к примеру. А ты же еще держатель пункта выдачи. Это же тоже можно... Да, 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 да. Ну, вот, ну, по крайней мере, так сейчас схематично. Мы же не будем сейчас долго времени растягивать, чтобы думать, что ему задать. Это потом уже каждый в отдельности сядет. Ну, вот, примерно, да, вот, исходя из тех данных, которые мы ему даем, вот он нам пишет. Вот в вторник он нам пишет, утро, день и вечер, в среду утро, день и вечер он нам пишет. А мы потом уже сможем себе выбрать. Там же не надо по два-три поста в день. Вот, например, поехали, да, что он нам может посоветовать. Значит, утро в понедельник. Пост о ваших успехах с использованием продукции Фаберлик. Поделитесь историями, то есть продуктовый какой-то. В обед, да, в днем. Разработайте и поделитесь обучающим видео о ключевых преимуществах и применении продуктов Фаберлик. Опубликуйте некоторые личные рецепты еды. Это на вечер, которые вы любите в сочетании с использованием определенных продуктов Фаберлик, которые могут быть полезными для кожи, да, вот, к примеру. На вторник пост по эффективной организации работы на удаленке. Днем видеоурок опубликуйте, демонстрирующий процесс применения ключевых продуктов для достижения оптимальных результатов. Ну вот, потом в вечер расскажите о том, как ваши дети вас вдохновляют на достижение успеха в бизнесе, бла-бла. В среду пост, опять-таки, посвященный новинкам. В обед обучающий материал о преимуществах работы в сетевом. Вечером поделитесь впечатлениями о новых рецептах, которые вы попробовали. Четверг, опять-таки, рассказывающие о профессиональном пути в компании. Потом днем видео, демонстрирующие преимущество работы удаленно и обучение других людей своему делу. То есть это может быть, например, совместный эфир со своими лидерами либо со своими наставниками. Вечером поделитесь своими рецептами для детей, которые сочетают вкус и полез. Пятница, пост с оптимистическими мыслями и мотивацией, то есть мотивирующий какой-то пост. Днем материалы, раскрывающие секреты успешного предпринимательства с Фаберлик. То есть можно там про чеки, про доход написать и так далее. Вечером какие рецепты и продукты Фаберлик интересуют ваших подписчиков. То есть, например, любимый продукт или что у меня больше заказывают люди. Ну и так далее. В субботу и воскресенье оставьте эти дни для того, чтобы наслаждаться семейным временем с детьми. То есть он заботится еще о том, что мы успели отдохнуть. Опять-таки, тут смотрите, он нам выдает контент-план, исходя из того запроса, который я ему дала. Тут опять-таки больше там подумайте, разработайте что-то. Например, вы знаете, что вы вот сегодня, я видите, приехала в офис, я сегодня до пяти там была, привезла, заказала себе велмисс, вот родские пшеницы. Потом я первый раз взяла себе псиллиум и взяла себе нашу эту спирулину. Вот раньше брала и пила, но это давно уже было. Сейчас взяла себе еще раз. Вот, например, да, вот можно пост про это написать, составить. То есть, исходя из того, что у вас есть на текущий момент. Вы это все ему загружаете, он вам на недельку создает все. И потом вы своим наставникам больше не говорите про то, что, ой, я не знаю, про что писать, я не знаю, что публиковать мне на страничке. У вас уже все есть готовое, вам остается только идти по плану. И, соответственно, каждый раз он вам будет новый контент-план выдавать. Потом, девочки, смотрите, еще какая полезная фишка. Вот я прямо в нее влюбилась. Ну, опять-таки, она есть. Мы же не говорим конкретно про эту нейросеть. Мы говорим, в принципе, про то, что они могут нам выдавать, да, чем они нам могут быть полезными. Особенно это полезно тем, которые люди, люди, которые ведут разные свои бьюти, ну, бьюти-группы. Не бьюти-чаты, клиентские чаты, а группы. Именно там ВКонтакте, например, ведут, либо там в Одноклассниках и так далее. Либо страничку свою в Инстаграм вот такую ведут, экспертную по продукции. И вот часто тоже бывает, что мы начинаем там где-то гуглить, искать. Ну, а нам уже надо здесь и сейчас быстренько, вот, например, да, составить такой пост. Ну, и мы иногда, в принципе, тоже пишем какие-то не только там про бизнес. Ну, можем там выдать, например, новинка какая-то вышла, вот сейчас как серия с коллагеном. Почему бы не написать? Вот, например, да, опять-таки, я всегда пишу начало. Напиши пост. Хотя он так пост пишет. Ну, вот, напиши пост, разбей на абзацы. Добавь смайлы, потому что с ними всегда интереснее. Так, пост о чем? Как правильно, к примеру, да, у нас какой контингент? Женщины плюс-минус 30 лет, да? Как правильно, женщине 30-40 лет ухаживать за кожей лица. И что мы знаем? Так, пенка для умывания. Что-то у нас еще есть тоник для лица. Дальше поехали. Что-то у нас тоник для лица. Мицеллярка. Мицеллярная вода для лица. Я пишу каждый раз для лица, потому что у нас бывает разное. Вдруг он напишет про какую-то другую. Мицеллярная вода для лица. Буст для лица. Ну и дальше там уже так оставим маски. И крема. Крема. Что? Зачем? Применять. Такс. Напиши пост. Разбей на абзац и добавь смалый. Как правильно уходит? Ну вот дадим ему вот такую задачу. Потому что мы знаем, что оп, вышли новинки. А как нам про эти новинки написать? Вот что нам про них рассказать? У меня сейчас на пункте выдачи тоже женщина пришла. И вот я в группу свою скидывала про вот эту серию с коллагеном. И она пришла. Ой, Татьяна. А там, значит, как компания писала, что в каком-то там, к 30 или к 40 годам на такой-то процент уменьшается выработка коллагена. А даме этой, Людмиле, ей 70 с чем-то лет. И вот она пришла, она говорит, я хочу вот заказать. И мы с ней сидели и оформляли. А там этот буст. Она говорит, ой, что такое буст? А зачем он нужен? Ой, а там еще тоник. А тоник мне нужен или нет? Ну вот как бы такие вещи. Как бы, а тут экспертность, да? Если вы человеку не расскажете, для чего ему тоник для лица или для чего ему буст, то он ограничится покупкой только крема дневного и ночного, потому что с ними все понятно. Вот смотрите, он нам выдает вот такую информацию, да? Что правильный уход за кожей лица для женщин в возрасте 30-40 лет играет важную роль в поддержании здоровья и молодости кожи. Здесь я поделюсь с вами несколькими основными компонентами. Пенка для умывания. Используйте мягкую пенку для умывания. А мы тут же уже можем, да? Пенка для умывания, например, Айсиул, да, компания Фаберлик. Используйте пенку для умывания, чтобы очистить лицо от загрязнения и макияжа. Нанесите пенку на влажную кожу, массируйте и смывайте водой. Потом второе. Тоник для лица, опять-таки, да, если мы про серию рассказываем Айсиул, мы можем там наоборот рассказывать, что у нас тоники для лица или мои любимые серии. И там тоники для лица такие-такие-такие, которые вы пользуетесь с Фаберлик, вам нравятся. Вот после умывания используйте тоник, чтобы восстановить пиаш кожи, увлажните ее, нанесите тоник на ватный диск и погладьте лицо, избегая области вокруг глаз. Мицеллярная вода для лица, такая-то, такая-то, такая-то. Мицеллярная вода эффективно чищает, увлажняет кожу, просто нанесите ее на ватный диск и аккуратно потрите лицо, чтобы удалить остатки макияжа и загрязнений. Бустер для лица, такой-то, такой-то. Бустеры – это концентрированные средства с активными ингредиентами, например, гиалуроновой кислотой, витамином С и пептидами. Используйте их перед нанесением крема для лица, чтобы усилить увлажнение питания кожи. То есть, под крем он у нас идет. Маски. Регулярное применение масок позволит улучшить состояние кожи. Выбирайте маски в зависимости от ваших потребностей, увлажняющие, омолаживающие, очищающие и так далее. Нанесите их на очищенную кожу, оставьте на указанное время до полного высыхания. Шестое – крема. Не забывайте использовать увлажняющий дневной крем и питательный, ночной. Нанесите их на лицо и шею мягкими массажными движениями до полного впитывания. Не забывайте, что каждая женщина уникальна, и лучший уход за кожей лица может немного отличаться в зависимости от индивидуальных потребностей типа кожи. Регулярность и последовательность использования продукта также важны для достижения желаемых результатов. Опять-таки, если мы возьмем просто этот пост, как он есть, и разместим у себя на страничке, то это пост так, в воздух, про все крема, про все маски, в принципе, про уход. Мы же должны здесь будем что сделать? Первое – переплести это с продукцией Фаберлик. Второе – сократить. То есть, вот если мы берем, например, про маски, да, что регулярное применение масок, там, наносить их на такую-то кожу и все остальное, мы можем взять вот весь скелет основной этого поста, взять серию какую-то определенную, да, раз уж мы здесь о Сеул упомянули, то про нее, и напишем, да, что сегодня, там, мы поговорим про серию АСЕУЛ, там, или моя любимая серия Фаберлик, там, одна из трех, например, АСЕУЛ, и мы открываем каталог, смотрим, какие конкретно там есть продукты в этой серии, и составляем, да, уход за лицом в таком-то возрасте при помощи серии АСЕУЛ, да, первая, мы там поехали, первая пеночка для умывания такая-то, такая-то, там где-то внесли основные компоненты, прочитали, чем наша пенка, да, хороша из этой серии, ну, то есть, что там в ней есть такого, активных ингредиентов, которые людям интересны, да, что это корейская серия и все остальное, и вот так вот по очереди мы подставляем те продукты, которые есть у нас, и вот готовый красивый пост, где-то мы эту серию себе заказали, дома красивую фотографию из этой серии сделали, отдельно просто продукты сфотографировали, то есть, не вырезали сайта, не пошли, не взяли какую-то картинку, уже готовы, а сами, девочки, сделали, вот этот вот ключик, это ваша индивидуальность, и все, и на страничке выложили, вот он ваш пост, которого нет больше ни у кого, потому что вы скелет взяли, но все-таки написали по-своему, и вот вам контент для вашей странички. Так, и еще один момент, который мне здесь в нем очень понравился, кстати, тоже рабочий, я уже протестировала, значит, мы, допустим, вот написали пост, и мы хотим, да, вот сидим тоже голову морочим, вот какой хэштег нам придумать, вот ничего в голову не идет, все, 30 секунд, у нас все готово, мы его просим, значит, напиши, например, да, напиши мне 20 хэштегов, хэштегов на тему, любая тема, ну, раз мы здесь говорили про уход, давайте так и напишем на тему, что такое там у меня, на тему, уход, тема, лидерская конференция, рекрутинг, сетевой бизнес, стратота, какое, что вам нужно, то и задаете, все, и мы его просим, уход, подождите, а уход-то мы не указали какой? Ну, тем не менее, все равно он нам выдает хэштеги, мы же не можем тоже писать прям все на один лад, вот даже и хорошо, между прочим, что мы сейчас не указали, потому что у нас уход за телом, это одни, красота и уход, это другие, уход за кожей, это третий, волосами, спадение, видите, спадение волос, то есть мы подправляем потом, не глядя, не копируем, это, видимо, выпадение волос, восстановление волос, естественный уход, органический уход, уход за нигелями, наверное, уход за гениталиями, уход за кожей тела, секреты ухода, натуральные ингредиенты, уход за ногтями, забота с собой, забота за собой, профессиональный уход, уход за руками, за лицо, молодец кожи, здоровый внешний вид, ритуал ухода, тоже как-то чуть не очень звучит ритуал ухода, как-то, ну, вот, в общем, можно придумать. Вот основные моменты по нейросети, которые я вам хотела показать, то есть эта штука нам очень и очень может облегчить жизнь, опять-таки, у нас есть какие-то мысли, либо у нас есть какие-то продукты, про которые мы хотим рассказать, либо вот как сейчас мы ездили, например, на конференцию, либо там какая-то задача у нас основная есть, ну, в общем, мы даем ему запрос, он нам выдает, как я это назвала, скелет, то есть он нам выдает готовый пост, но для нас это скелет, это остов, мы его копируем, идем к себе в избранное, вставляем и садимся и начинаем его, придавать ему индивидуальность, то есть начинаем его делать таким, чтобы он был подходящим для вашей странички и конкретно под вашу личность, то есть под вашу персону, чтобы это не было, не был механически вот такой безликий текст. Ну вот, основным я вам рассказала, поделилась, сейчас я вам перешлю сюда в чат сам вот именно вот этот бот, я скажу сразу, что бот, например, в Яндексе, он такой более ограниченный, потом у меня есть нейросеть OpenAI, но она, ну, в общем, там, короче, надо заплатить заплатить там за кое-какие нюансы, то есть, ну, платные, так скажем. Вот, чат, нейросеть, которую давала Фаберлик, я, честно говоря, даже не открывала. Можете там, если у кого-то есть, ну, попробовать, наверняка там тоже какие-то, ну, результат какой-то тоже она будет выдавать. Вот, этот мне понравился, во-первых, потому что он все время под рукой, во-вторых, потому что он понятный, простой, и здесь, помимо всего вот этого тоже очень и очень, очень много разных интересных моментов, вы потом поищите, посмотрите. Там интригующая надпись, классно, но на английском. Там увлекательная история здесь есть, он тоже может давать какие-то идеи для написания постов. Если мы тут говорили о том, что у нас уже и мысль есть, ну, то есть, идея, только нам нужно ее оформить, то здесь мы можем какую-то идею уже подхватить. Там трендовый хэштег он может вам придумать. Ну, в общем, здесь ассистент здесь есть, вот, академическое письмо, перевод, e-mail, составлять, отвечать на электронные письма, проверка грамматики есть, истории, созданные увлекательных и захватывающих историй, письма, опять-таки, текст песен. Ну, короче, тут вот соцсети, напишите захватывающий контент для соцсетей, вот даже здесь что-то отдельно. Стихи. А, и тут еще где-то была такая фишка, сейчас если, вот, интервьюирование, я еще туда не залезала, потому что я только вот его заполучила и побежала скорее с вами делиться. Что, Максим? На GPT с ним похожее можно, но есть ограниченно только на сутки. Ну, вот, видишь, а это уже как вот такая версия. Так, интервьюирование. Я думаю, что это надо посмотреть, я туда еще не заходила, в общем, тоже поищите. Это, к примеру, тоже вот всегда задача. Когда мы садимся, проводите эфир со своими лидерами. И оп у нас, к примеру, да, ой, а что спрашивать, а про что говорить? Вот здесь тоже можно потыкать, посмотреть, может быть, там какие-то тоже, он какой-то костяк будет складывать. Так, языковые и другие. Толкователь снов здесь, девочки, есть и мальчики, и генератор пароли. Вот, на сутки, к примеру, пять запросов. Ну, здесь, видишь, ограничений никаких нет. В общем, где-то здесь, сейчас я сходу не хочу время просто тратить ваше, чтобы я здесь тыкала и сказала. Короче, здесь где-то есть, я сегодня делала, как это называется, вот, переформулирование, вот это сиреневое, по-моему, вот это. К примеру, введите слово или фразу, которую хотите проверить. Например, я получила результат. Вот это слово результат, у меня постоянно, я его тоже везде повторяю, результат, результат. Так, подтвердить, да? Так, улучшить. А, нет, это что-то другое. Ну, хорошо, оптимистичный, улучшить. У меня есть результат, и он очень обнадеживающий. Ну, окей, а там где-то есть такая штука, вот опять-таки, просто время, чтобы не тратить. Вы ему пишете слово, фразу, а он к ней подбирает похожие, но просто написанные другими словами. Вот это тоже бывает для постов полезно, потому что там финансовая независимость, опять-таки, выйти на результат, там, получить результат, результаты моей команды. Бывает, вроде бы, как бы, именно это нужно написать, а оно повторяется несколько раз, а заменить, как будто бы и не знаешь чем. Ну, иногда бывает, что сразу в голову не приходит. В общем, он вам подберет вот эти все слова. Теперь ловите. Я вам пересылаю этот бот. Где он тут у меня? Все, что вам нужно будет, это просто его скачать. Установить на телефон. Сразу говорю, у кого эти айфоны, то навряд ли у вас получится это сделать, потому что айфоны, такие версии, ну, они требуют официальных источников, а это неофициально. Это ломаная версия, вот, но она работает хорошо, как вы видите. Поэтому андроиды установят. А вот если... Так, остановить трансляцию экрана. Все, девочки, не видна у меня трансляция? Я, наверное, отключила. Или там у меня еще экран. Вот. Если у вас айфон, наверняка где-то дома, у вас есть телефончик, там, либо у детей у вашего андроида, либо там, может, у мужа андроид, либо предыдущий ваш телефон был андроидом, вот вы его где-нибудь там на завалочках своих шкафов найдите, и вот на него вы сможете установить уже тогда вот эту версию. Это для тех, у кого айфоны. У кого андроиды, проблем быть не должно. Все, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. А на ноутбук можно? А на ноутбук можно? Я так понимаю, что это телефонная версия. Нет. Ноутбук не пробовала? Ну, нет. Это, скорее всего, просто для телефона. Это как приложение, получается, идет. Если кто-то хочет ноутбук, то там есть более такие серьезные нейросети, например, OpenAI. Но, опять-таки, там надо будет за нее заплатить, чтобы получить доступ. Вот. Все. Все я вам рассказала. Я тогда отключаюсь. А там уже по ходу дела, кто будет с ней работать, может быть, там найдете. Потому что для меня она тоже вот, можно сказать, что новая. Ну, просто такая удобная штука на телефоне. Я пошла с вами делиться. Кто будет там, может, какие-то лайфхаки интересные тоже находить, делитесь здесь в чате. Будем все вместе смотреть. Все. Я отключаю тогда. Все спасибо, что пришли. Тут тебе нравится. Т. 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 Продолжение следует...